Здравствуйте! Данное видео снято для канала все о стиральных машинах и бытовой технике. И сегодня мы поговорим о том, как стирать парик из искусственных волос. Вообще данные парики загрязняются намного медленнее, чем парики из натуральных волос. Поэтому частые стирки им не грозят. Но есть несколько моментов, как, например, высокая влажность. Из-за этого парик быстрее загрязняется. Или если слишком длинные локоны на парике, то тогда уже повозиться, конечно, придется почаще. Вообще советуют искусственные парики мыть после 10-12 использований. Но это, конечно, все условно, так как степень загрязнения от пыли разная. И, может быть, если часто вы пользуетесь какими-то укладочными средствами, также может появляться запах неприятный. Поэтому, чтобы этого всего не допустить, необходимо паричок стирать. Итак, как необходимо подготовить к стирке парик? Изначально нужно парик расчесать, для того, чтобы не было никаких узелков, запутанностей, чтобы все равномерно стиралось, промывалось. И можно даже руками снизу распутывать узелки. Далее, какой шампунь я посоветую использовать? Ну, я использую детский шампунь, он такой более мягкий. Как происходит процесс стирки? Только вручную. Только вручную. Если вы закинете парик в стиральную машинку, то вы просто больше уже не сможете пользоваться данной вещью. Воду какую нужно брать? Вода комнатной температуры. Ни в коем случае не горячая. Ну, чуть-чуть тепленькая, я бы даже сказала так. Итак, я набрала теплой водички, подготовила шампунь. Шампунь, ну, приблизительно колпачок. У меня это вот где-то вот два таких нажатия. И разводим шампунь в воде. Водичка была муринкой. Нужно даже еще одну. Как я говорила, стираем детским шампунем. Теперь погружаем в воду наш парик. Аккуратно. Никаких резких, стирающих движений не должно быть. Все. Оставляем так его чуть-чуть откиснуть на 15 минут. Итак, прошло 15 минут. Достаем наш паричок. Промываем его под прохладной проточной водой. Ни в коем случае никаких выжимающих движений не должно быть. Его нужно просто аккуратно стряхивать, так, чтобы вся водичка стекла. Можно слегка-слегка прижать. Но не отжимать, не выкручивать. Только вот такими встряхиваем еще движениями. Теперь перемещаем парик на полотенце. Вот так, хорошенько разложить ее. И обсушиваем полотенцем. Чтобы вся вода ушла. Так можно оставить тоже минуты на три. Чтобы полотенце... Я беру махровое, чтобы оно получше впитало всю влагу. Так, три минутки прошло. Достаю паричок. Он уже чуть-чуть даже просох. И дальше оставляем его сушиться. Ну, я оставляю на трехлитровой банке. У меня парик не длинный. Разравниваем пальцами. Аккуратно так расчесываем. Ни в коем случае, когда парик мокрый, не делать это расческой. Феном сушить так же не рекомендую. Потому что, так как это искусственные материалы, то вы можете просто их повредить. На солнце тоже не помещаем. Вот так в комнате. Должен стоять и сушиться. Итак, мой паричок просох. Он имеет довольно свежий вид. Теперь его можно смело расчесывать. И преображаться. Данное видео снято для канала Все о стиральных машинах и бытовой технике. Если видео было вам полезно, подписывайтесь на канал и ставьте лайки.